Препараты первого поколения Поэтому людям за рулем, работающие с тонкими механизмами, все-таки назначать их не следует. Они очень сильно подавляют внимание. Также эти препараты не рекомендуются людям с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также эти препараты преодолевают гематенцифалический барьер. Строго говоря, это барьер между кровью и головным мозгом. Препараты первого поколения Остановимся немножко на гистамине. Гистамин регулирует сон и пробуждение. Он стимулирует активность головного мозга и отвечает за бодрствование. Поэтому, когда препараты назначаются первого поколения, они подавляют работу рецепторов центральной нервной системы и, естественно, производят седативный эффект. Антигистаминные препараты первого поколения — это супрастин и тавигил. Они также хорошо и серьезно нарушают память и концентрацию внимания, способность к обучению и продуктивность этого обучения. Также их приходится пить в течение дня несколько раз. И также прием на ночь не снижает побочных эффектов этих препаратов. Супрастин также противопоказан людям, страдающим бронхиальной астмой из-за риска сгущения слизи в бронхах. Европейский консорциум по изучению аллергических заболеваний рекомендовал запретить безрецептурную продажу в 2010 году препаратов первого поколения. Препараты второго и третьего поколения обладают менее выраженным седативным эффектом. Они совместимы с другими лекарственными препаратами и можно применять их достаточно длительно. Препараты второго поколения не вызывают сонливость в стандартных дозировках. В некоторых, даже в значительных превышениях стандартных дозировок, также не вызывают сонливости. Их хватает на целый день, скажем так. И у некоторых из них снижено действие на сердце, патологическое действие на сердце. Осмотрим два препарата. Вот астамизол и трофенодин. У некоторых препаратов эффект на сердце сохраняется достаточно выраженным. У астамизола и трофенодина. Поэтому эти препараты сняты с продажи в некоторых странах мира. Со временем ученые разработали некоторые препараты второй группы, которые слабо проникают через гематоэнциволический барьер. Их назвали препаратами второго поколения. Я рассмотрю и остановлюсь отдельно на некоторых препаратах, с тем, чтобы потом провести их сравнительную оценку. Препараты второго поколения. Цитиризин, азоластин, ларатодин, кетатифен, эбастин, терфенодин и астамизол, которые я озвучил выше. Итак, далее, через некоторое время, ученые разработали препараты метаболитов, или стереоизомеров, если правильно говорить, этих препаратов второго поколения. По словам производителей, они были более эффективны и не вызывали сонливость, и не так вредились сердцу. Их всего три. Левоцетиризин, дезлоратодин и фексофенодин. Препараты, которые я сейчас называю, это химическое название препарата. Торговые названия препарата левоцетиризин. Это Эльцет и Задак. Дезлоратодин — это Эриус. Чаще всего это Эриус, мы на слуху услышим. И препарат третий — это фексофенодин. Это препарат, торговые названия этих препаратов, Олегро и Телфаст. Строго говоря, ученые пришли к выводу, что на данный момент препаратов третьего поколения антигистаминных не существует. Рассмотрим, почему. На примере левоцетиризина. Это самый быстродействующий препарат. Он же производит самый сильный седативный эффект. На примере фексофенодина. Это лекарство практически не вызывается на левости. Его рекомендуют даже принимать пилотом. И разрешено принимать пилотом. Но он используется в достаточно больших дозировках по сравнению с другими препаратами. Дозировки фексофенодин — это 120-180 мг. В то время как другие препараты — это дозировки 5-10 мг. Нельзя его назначать детям моложе 12 лет. Детям, страдающим аллергией с 6 месяцев, возможно разрешить препараты левоцетиризин и дезлоретодин. Ни один препарат, по данным производителей, не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. Остановлюсь на мифическом третьем поколении. На самом деле это второе поколение. Оно слегка модифицировано. И, допустим, например, цетиризин. Для того, чтобы он начал действовать в организме, он превращается в левоцетиризин. Такие вещества называются и метаболитами. Единственное отличие метаболитов от лекарственных веществ — это от лекарственных веществ, они быстрее действуют. То есть эффект эриуса, дезлоретодина, он должен наступить через полчаса. Хотя по механизму действия он ничем не отличается от клавитина. Это исходные вещества, метаболиты, исходные вещества, они абсолютно взаимозаменяемы. Остановлюсь на трофенодине, второе поколение. Он перестал продаваться, напомню, из-за того, что очень сильно влиял на сердце. Производители некоторым образом изменили форму и произвели препарат фексофенодин, практически лишённый этого недостатка. А дальше мнения учёных разошлись. Мнения учёных и мнения производителей разошлись. В одном исследовании утверждали, что новый препарат, опять же фексофенодин, подавляет аллергическую реакцию лучше, чем его предшественник. Это клиническое испытание, естественно, спонсировали разработчики фексофенодина. Существует ещё одна работа. Проводились испытания по препаратам второго поколения, конкретно назову каким. Цетиризин, эбастин, фексофенодин, терфенодин и лоротодин. Выяснилось, что фексофенодин слабее всего и слабее всех предшественников. И лучше всего с аллергией борется цетиризин. Исследования финансировали разработчики цетиризина. Третье исследование – это работы по испытанию левоцетиризина и цетиризина. Они показали, что препараты абсолютно одинаково действуют. Единственное отличие, что левоцетиризин достигает эффекта в двое меньшей дозе. Но по действию на центральную нервную систему седативный эффект они оказывали одинаково. В течение времени исследователям удалось доказать, что пациенты, которые принимали цетиризин и реагировали на цетиризин седативным эффектом, точно так же реагируют на прием левоцетиризина таким же точно седативным эффектом. Поэтому на данном этапе препаратов третьего поколения не существует. Единственной ремаркой можно назвать, что левоцетиризин, фексофенодин и левоцетиризин все-таки это поколение 2+, но не 3. Однако вред сердцу они наносят, конечно же, меньше и, может быть, не так угнетают центральную нервную систему как препараты первого поколения. Врач пациентам может назначить не только антигистаминные препараты, но и другие препараты, которые, строго говоря, не входят вообще в систему поколения антигистаминных препаратов. Вариантов аллергии на самом деле очень много. Существует реакция на металлы. Достаточно известная это золото и никель. Или гиперчувствительность к другим лекарственным препаратам. Это вообще особенные процессы. Они могут задействовать, а могут и не задействовать систему с гистамином. Поэтому в этом случае препараты от аллергии могут вообще не подействовать. И в конкретном каждом случае конкретно решается ситуация, нужно ли назначать антигистаминный препарат. Возможно, назначение антигистаминного препарата не приведет вообще никакому эффекту. Следующие препараты – это препараты местного противовоспалительного действия. Чаще всего это гормональные средства, воздействующие на слизистую оболочку. На слизистую оболочку носа и глаз. То есть капли в нос, капли в глаза. Есть антигистаминные, такие же точно местные препараты для закапывания в глаза и спреи для носа. В настоящее время существует аллергеноспецифическая иммунотерапия и ауто-лимфоцитотерапия. Это два принципиально разных, но по сути своей являются прививкой от аллергии. Сюда же можно отнести всем известную аллергию на амброзию, ну и не только на амброзию, на все пыльцевые аллергены. Что такое оси-терапия? Аллергеноспецифическая иммунотерапия. Лечение начинается, естественно, вне сезона цветения. Начинается далеко до начала цветения. В организм вводятся аллергены в малых дозах при помощи инъекции. Возможны капли, возможны таблетки. И затем постепенно повышают эту дозу. При этом организм вырабатывает толерантность к этому аллергену. Препараты вводятся, естественно, по определенной схеме. И достаточно длительный этап лечения, это около полутора-двух лет. При необходимости ее могут повторить. Так вот, при беременности, если уже беременность наступила, то оси-терапию, конечно же, не проводят. Ауто-лимфоцитотерапия – это альтернативный метод. В отличие от оси-терапии, он спасает не только от аллергии пыльцовой, и аллергии от нескольких и родственных веществ, но также хороший метод при фотодерматозах. Под кожу вводятся не аллергены, а вводятся малые дозы собственных лимфоцитов. Это иммунокомпетентные клетки, которые получают из вашей собственной крови. Их выделяют, и выделять нужно их таким образом, чтобы они сохранили поверхностные структуры, которые несут информацию об аллергии. Собственно, аллергии и сенсибилизирующую организм. Продолжение следует...